Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику Дайджест на канале Витражи о вере в красках. Гуманитарную помощь нуждающимся оказывают епархии УПЦ. В это непростое время церковь продолжает не только нести людям благую весть, но и помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Так Нежинская епархия поддержала продуктами местный дом-интернат и сирот, которые живут в областном социальном общежитии. А порядка двух тонн продуктов были переданы в Нежинскую районную больницу. Согласитесь, замечательные дела во славу Божью. Одесская епархия поддержала Каролина Бугасскую школу-интернат для детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Кировоградская епархия оказала поддержку пожилым людям, которые живут в доме милосердия, милосердный самарянин. Полтавская епархия решила обратить свое особое внимание в это непростое время на детские дома семейного типа. А сотрудники социального отдела Воскресенского кафедрального собора порадовали детей из Киевского центра социально-психологической реабилитации, привезли им фрукты, сладости и новую одежду. Это всего лишь несколько примеров того, что делают верной Украинской Православной Церкви в рамках проекта «Добро объединяет». А прочитать больше о социальном служении церкви, увидеть снимки можно на портале «Православная жизнь». Ожидающий возведения в ранг кардинала архиепископ Вашингтонский Ултон Грегори заявил, что не будет препятствовать Байдену причащаться в подчиненных ему храмов. Похоже, что власть Байдена имеет большее значение, чем принципиальность католических архиепископов, что, впрочем, меня ничуть не удивляет. На выбор нового патриарха сербского может повлиять украинский вопрос. Зоран Чворович, специалист по церковному праву, считает, что твердая позиция сербской православной церкви по поводу непризнания украинских раскольников отразится на выборе будущего патриарха. Ведь ни для кого не секрет, что сербская церковь играет огромную роль в сопротивлении неканоническому решению Фонара, который решил взять под крыло всех раскольников. И, глядя на то, что сейчас происходит в Кипрской церкви, так он же будет искать решение, которое позволит сохранить единство сербской церкви. Эксперт уверен, что апостольская жеребьевка в выборе патриарха продемонстрирует волю Божью. Украина может гордиться уровнем толерантности в религиозной сфере. Министр культуры. Правильно ли я понимаю, что толерантностью в религиозной сфере у нас считается такое снисходительное отношение к нападениям раскольников на священство, рейдерским захватам храмов, а также махинациям с регистрационными документами? Если так, то Украина и правда может гордиться такой толерантностью. Патриарху ГКЦ поздравил владыку Бориса Гудзяка с 60-летием. Когда я первый раз прочитал эту новость на пропагандистском ресурсе УНИАТОВ, я поскорее нашел место, где можно присесть. Патриарху ГКЦ я перечитал еще раз, а потом нашел ссылку на официальный сайт УНИАТОВ. Там было написано проще. Глава УГКЦ. И вот что это было? Неуемное желание представителей отдела пропаганды похвалить Шевчука лучше всех? Интересно, а вкусную конфету они получили? Или внов греко-католики бегут перед паровозом? В Госпотребслужбе Киева призвали ввести локдаун в Украине из-за неэффективности карантина выходного дня. Так называемый карантин выходного дня не дал ожидаемых результатов. Да что там, никаких толком результатов он не дал, кроме стремительно нищающих людей. Снявший голову по волосам не плачут. И вот теперь этого мало. Теперь всю страну речь об Украине хотят закрыть на карантин. И хотелось бы, чтобы это не коснулось наших храмов и монастырей. Даты называют разные, но почти все спикеры сходятся, что полный локдаун планируют на время Нового года и Рождества. Вот и хочется понять не только логику наших чиновников с их двойными стандартами, но и получить понимание того, что большинство украинцев в верной канонической церкви. Им необходимо участие в литургиях, да и причастие реальное, а не раскольничая насмешка перед экраном монитора. Состоялось заседание Синода организации ПЦУ. Состоялось и состоялось, и в этот раз раскольника в моем дайджесте. Места нет. Обойдемся без них. Если вы хотите, чтобы я обратил внимание на какую-либо новость, присылайте ссылку в комментариях под видео или по электронной почте, адрес тоже найдете внизу. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить.